Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работать в прямом эфире. Коронавирус, как мы знаем, всех рассадил по домам, отправил в режим удалённого доступа, в том числе и школьников, и студентов. То есть и студентов вузов, естественно, в том числе. Мы в своё время в наших эфирах говорили об особенностях и проблемах, связанных вот с таким удалённым обучением школьников. Сейчас, наверное, настало время поговорить о студентах. И у нас на связи, на прямой связи через скайп руководитель Центра дистанционного обучения Балтийской Международной Академии Светлана Половко. Светлана, добрый день, как нас слышно? Добрый день, нас слышно хорошо. Да, вот, может быть, несколько слов расскажите о том, как вы сейчас работаете в этих новых условиях. Я знаю, что у вас уже практиковались такие дистанционные лекции и с вашими филиалами Балтийской Международной Академии в целом ряде городов Латвии. Поэтому, в принципе, для вас это не стало какой-то неожиданностью, сюрпризом. Может быть, с этого мы начнём, потом перейдём вот к актуальностям сегодняшнего дня. Да, это не стало для нас таким большим сюрпризом, потому что у нас видеосвязь была раньше из филиала. Мы транслировали лекции посредством мостов и использовали разные технические возможности. И у нас уже много лет есть дистанционное отделение, которым я как раз вам покажу, где студенты учатся удалённо. И, соответственно, все материалы учебные там выкладываются в доступе, в трансляции, лекции, консультации тоже происходят. И поэтому, в принципе, у нас переход на это полностью отдалённое обучение, он был, конечно, постепенный, не сразу, но первые лекции начались уже где-то числа, по-моему, 15 марта, то есть буквально через несколько дней. И постепенно сейчас уже подключаются всё больше и больше представателей. И на данный момент, наверное, процентов 80 лекций у нас читается удалённо, поэтому в данном случае это была достаточно большая нагрузка в плане подключения, обучения тех, как не все преподаватели же осваивали эти системы дистанционные. Но сейчас уже, я бы сказала, всё работает, технических каких-то заминок практически нет. Но да, стараемся организовать максимально хорошо, чтобы студенты не теряли эту связь с ВУЗом и не теряли время в своём обучении. Да, вот такой, может быть, технический или практический вопрос. Известно, что в вашем ВУЗе учится достаточно много иностранных студентов. Значит ли это, что они уже, допустим, уехали в свои страны и теперь с вами также общаются дистанционно? Да, часть студентов, я не скажу сейчас, сколько их, но мы получаем информацию, что часть студентов уехали, но это не мешает им продолжать учиться. То есть у нас лекции проходят онлайн, но чётко в то же время, в которое были ранее запланированы лекции очные. То есть студенты просто в это время подключаются через нашу систему электронную, подключаются к лекциям и слушают. То есть фактически так, чтобы было понятно, преподаватели, не знаю, посредством вот этого дистанционного обучения, не знаю, там Skype вы используете или Zoom, ну, к примеру, да, и дальше они читают лекцию так, как будто они бы это сделали в аудитории. Да, да, причём у нас и используем мы иногда и Skype, и используем Zoom, но в основном мы используем нашу электронную систему. Это система, которая основана на платформе Moodle. это такая международная система, которую разрабатывали именно для обучения. И там не только есть возможность онлайн читать, но там же размещаются материалы, тесты, учебные материалы, тесты и вся информация, которая необходима студентам. Поэтому преподаватели, часть работают совершенно из дома, да, но части преподавателей мы даем работать, проводить эти лекции в аудиториях, которые оборудованы, да, камерами, компьютерами и так далее. То есть они приходят на работу и в пустой аудитории просто вещают. Да, 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 он в пустой аудитории перед компьютером просто читает всю лекцию и рассказывает, показывает презентацию, даёт материалы и так далее. То есть там как бы технически только то, что не видят друг друга реальные люди вживую, да, но впоследствии в видеосвязи они общаются, вот как мы с вами сейчас. Что касается курсовых, к примеру, работ, которые должны студенты регулярно сдавать, это всё понятно, они сдают, там, не знаю, по электронной почте, и тут проблем нет. Если действительно дело доходит до каких-то проверок, до тестов, что тут происходит? Потому что, ну, мы понимаем, если какие-то тесты там или экзамены происходят в аудитории, ну, там есть хотя бы какой-то контроль, чтобы это не превращалось просто из серии в поиске ответов по Гуглу. Как это обеспечить вообще в удалённом доступе? Ну, в удалённом доступе это тоже можно обеспечить в плане того, что эта система электронная наша, да, она позволяет там размещать все необходимые задания. То есть если это контрольные, то студенты их выгружают преподавателю, и если это тесты, то тесты проходятся онлайн. Причём там стоит как бы максимальная степень защиты, то есть там варианты ответов мешаются, меняются. И, ну, можно, конечно, воспользоваться каким-то поиском, но на самом деле не так это просто. Это тоже нужно какие-то знания иметь, да? В данном случае, да, в данном случае. Поэтому, ну, поскольку та платформа, которую мы используем, она изначально разрабатывала для образования, да, то там достаточно много. Тем более, скажем, посредством этой платформы там есть такая же, такой же режим видеоконференции, как Zoom, например, да, где студенты могут и отвечать, и презентации свои показывать, и рассказывать, то есть каждому можно давать слово студенту. То есть, в принципе, это полная замена, скажем, аудиторного занятия. Да, ну, единственный момент, конечно, что да, какие-то тесты какие-то контрольные могут подсмотреть. Но, скажем, провести устный экзамен преподаватель может абсолютно спокойно, потому что он видит студента. И, скажем так, когда смотришь на камеру, когда по глазам видно, смотрит ли студент куда-то, читает ли, да, или он знает это, да? Хорошо. Вот вполне возможно, что, по крайней мере, школьники, я думаю, студенты тоже в этом учебном году или в этой сессии уже в стенах, ну, в данной ситуации вуза могут не появиться. Я имею в виду, что вполне возможно, что скажут только уже в сентябре месяце. В вузе, естественно, запланированы экзамены, и по итогам сессии, уж тем более выпускные. Как это будет обеспечено, возможно ли это сейчас, используя вот вашу дигитальную платформу, этот модул, так вот сделать, чтобы можно было и экзамены сдавать, особенно выпускные, которые потом пойдут вот в это приложение к диплому? Это можно, более того скажу, поскольку у нас дистанционное отделение, как я уже говорила, работает, студенты могут даже диплом защищать. Вот я хотел это как раз спросить, да. Да, последствием этой электронной системы происходит то же самое, практически стоя в аудитории, то студент показывает свою презентацию, рассказывает, ему задает вопросы онлайн, то есть, в принципе, весь процесс и все, что нужно, все происходит так же, как и очно, да, с тем лишь отличием, что он не находится в аудитории, а находится где-то далеко, да, и я думаю, что для экзаменов, тем более, что каждый преподаватель может выбирать различные формы экзаменов, не обязательно это будет контрольный, который можно посмотреть, подсмотреть, да, это могут быть и очные экзамены, таким же образом все это можно организовать. Поэтому я думаю, что для сессии особых проблем никаких. Что касается защиты диплома, может быть, несколько слов вы могли бы как-то так обрисовать, как это, собственно говоря, происходит. То есть, это фактически как? Вот выпускник садится, не знаю, тоже перед скайпом там или перед модулом там, дальше те, кто рецензенты, тоже каким-то образом смотрят на него. Как это происходит технически? Ну вот, да, вы смотрите, раньше, когда до всех этих удаленных наших проблем, раньше было так, что комиссия, которая слушает студентов на защите, когда все, кто очно пришел, выступают, да, после этого мы подключаем студентов, которые защищаются дистанционно, и они либо посредством скайпа, ну, чаще всего на скайпе, потому что по одному это было, ну, возможно, и в режиме видеоконференции, они загружают свою презентацию, презентуют, рассказывают, потом им задаются вопросы. То есть, в принципе, их защита по своему смыслу, содержанию абсолютно ничем не отличается от защиты той, которая происходит у студентов, пришедших в нужную аудиторию, да, и перед комиссией. То есть, студенты, как правило, видят комиссию, да, видеосвязь есть, комиссия видит их, то есть, все, в принципе, в полном объеме, ничего не сокращается, ничего не укорачивается, все происходит так же, как и происходит в очном режиме. Что касается вот следующего учебного года, ну, обычно мы знаем, что проводится несколько раз в году, там, весной, потом летом, на дне открытых дверей для абитуриентов, ну, для потенциальных студентов Балтийской международной академии. Ну, ясно, что надо дождаться, будет ли продлена чрезвычайная ситуация после 12 мая, ну, возможно ли такую презентацию провести, не знаю, виртуально, когда вот абитуриент может увидеть все, и как учебной аудитории, будем надеяться, в сентябре будет нормальный уже процесс такой, и все ваши дигитальные возможности, есть ли, готовите ли вы такую презентацию? В принципе, да, это возможно, сейчас все технические возможности для того, чтобы это показать, у нас есть, тем более, что на нашей электронной системе у нас есть и курсы некоторые в открытом доступе, которые студенты могут, с которыми ознакомиться могут, да, и вся информация, она, в принципе, преподносится и в виде классической, как оно размещено на сайте, да, но и таким же образом, я думаю, что мы будем делать и в режиме видеоконференции, то есть виртуальные дни, это вполне возможно, где можно будет пообщаться и с директорами программ, и с приемной комиссией, абсолютно технически для этого никаких проблем нету, я думаю, что мы такую возможность тоже подготовим. Да, еще если мы говорим об этом вот дистанционном, дистанционном обучении, вот все-таки, исходя из вашей уже практики, то, что вы видите, вы сказали, что с 15 марта, ну вот как раз месяц исполнился, да, сегодня на дворе 17 число, можно какие-то итоги подводить, как вот студенты вообще, насколько они, не знаю, дисциплинированы, что говорят преподаватели, если с ним вы уже пообщались, может быть, у преподавателей возникли какие-то проблемы, вот, ну, чуть-чуть обрисуете нам эту картинку. Ну, да, я и сама как преподаватель тоже работаю, ну, из позитивных моментов я могу сказать, что студенты начали очень активно использовать, соответственно, нашу систему электронную, то есть она была доступна и раньше, но поскольку те студенты, которые приходили на лекции в аудитории, они как-то считали, что вся информация, которая нужна, она нужна, они получат на месяц, а вот то, что размещено в электронной системе, они как-то меньше смотрели. Сейчас они начали активнее это использовать, и они видят, что есть и необходимые материалы учебные в доступе там, и там же видеолекции, причем многие видеолекции мы записываем, то есть студент может их посмотреть и позже еще раз, если, например, не смог, не успел или там что-то понял. Из позитивного, ну, могу сказать, что есть отзывы, например, от студентов, которые учатся на неполном времени обучения, то есть вечерние группы, заочники, да, им даже очень понравилось, что можно вечером не ехать в ПУС, и можно из дома это все посмотреть, ну, конечно, заменять это совершенно полностью было бы на будущее неправильно, но мы уже думаем о том, что какие-то, допустим, занятия можно было бы тоже удаленно проводить. Да, это интересно, да. Преподаватели тоже, ну, поскольку раньше этой системой электронной больше пользовались те, кто работал на дистанционном отделении, да, то сейчас уже, конечно, очень много преподавателей начали ее использовать, они, ну, я могу сказать так, они удивились, что, оказывается, это настолько просто, потому что там действительно эти все функции, они достаточно просто выстроены, то есть там не надо никаких глубинных знаний для того, чтобы этим воспользоваться. Ну, из негативного, конечно, могу сказать, что та же проблема, как и везде, что бывает, что система перегружена, да, она может немного где-то затормозить, где-то какой-то технический сбой может происходить, но это нечасто. Да, ну, и, соответственно, конечно, студенты многие все-таки понимают и говорят о том, что невозможно личное общение, реальное общение заменить полностью виртуально. Да, вот. Как инструмент, чтобы не потерять время, да, чтобы не упустить эту возможность, чтобы быть в этой лекции, конечно, это можно использовать, да, но все понимают, что это не навсегда, и это не абсолютная замена личного общения. Да, вот это очень хорошее, вот вы сейчас сделали ремарку, я как раз хотел спросить, что, ну, будем надеяться, что в сентябре возобновится нормальный процесс учебный. С одной стороны, с другой стороны, все-таки сейчас у вас будет накоплен определенный опыт работы полностью в удаленном режиме. Могут ли быть вот введены какие-то коррекции, связанные с этим? Потому что, ну, вот мы говорим о заочниках, да, действительно, в основном заочники – это те, ну, молодые люди, работающие, да, и зачастую, я думаю, вы как преподаватель знаете, ну, человек отработал там весь день или особенно к концу недели, он уже достаточно вымотанный, ему тяжело, наверное, даже многие учебные материалы и лекции воспринимать. Может быть, для них можно будет делать чаще вот это дистанционное обучение. Ну, это как пример. Я могу сказать, что да, и мы это даже уже обсуждали с руководством академии, что какие-то отдельные занятия, например, когда, ну, разъясняется просто теория, то есть тогда, когда это больше монолог предавателя, да, их можно проводить удаленно. Более того, очень желательно их записывать, чтобы они в записи сохранялись и далее, чтобы могли студенты их просмотреть, послушать те, кто не попал, на лекцию, да, но всё-таки как бы семинарские занятия какие-то, контрольные какие-то там, групповые работы и так далее, это всё будет проводиться в инвестии, да. То есть, конечно, я как руководитель дистанционного отделения, я могу сказать, что вся эта ситуация, она по своему смыслу, она ужасна, но для развития вот этой электронной системы, я думаю, в каждом ВУЗе эта ситуация дала такой очень большой толчок, потому что, если раньше преподаватели, они были должны как бы там размещать информацию, но они ограничивались минимальным взаимодействием, да, потому что закону нужно, чтобы студенты имели доступ к основной информации по курсам, да, то теперь преподаватели для того, чтобы не потерять время, деньги и так далее, они, ну, как бы были вынуждены освоить эти все технические моменты, и я могу сказать, что они справились, и более того, они готовы в дальнейшем использовать, ну, не только мы говорим сейчас про видео, как лекции, конференции, но эта система как сама по себе она дает возможности проводить какие-то голосования, опросы, тесты, загружать туда задания и так далее, то есть она, в принципе, ее использование, оно только обогащает, в принципе, учебный процесс как таковой, и меня радует, что действительно многие это наконец-то оценили, и будут, я думаю, уверены, что они будут использовать это в дальнейшем. В принципе, как плюс вот этой всей ситуации, могу сказать, что, ну, как бы мы продвинулись вот так вот дигитально, мы продвинулись достаточно хорошо вперед, и студентам в будущем, даже находясь в аудитории, уже будет легче, потому что они будут знать, где можно найти учебный материал, как там зайти туда, как там работать, и так далее, то есть, ну, что-то позитивное в этом тоже есть. Да, поскольку вы сами преподаватели, у вас есть такой опыт преподавательской работы, все-таки как изменила ваша преподавательская жизнь вот эти современные технологии, когда, ну, практически, ну, почти всю информацию, наверное, можно получить в интернете, и не только у школьников, наверное, у студентов тоже всегда возникает такой вопрос, ну, что там нового преподавателя может мне дать или рассказать, когда у меня есть, ну, так, совсем уж примитивно говоря, Google, да, все-таки вы тоже, наверное, делаете скидку вот на этот процесс дигитализации и пытаетесь как-то все-таки по-другому лекции построить, да? Естественно, и видите, как, поскольку в курсах у меня, допустим, я размещаю не только учебный материал как таковой, но и также какие-то видео, те, которые находятся в открытом доступе, да, для студентов и так далее, ну, доступность информации, она, конечно, очень большая, но все равно прочитать эту информацию, да, и просмотреть, прослушать, не значит все понять. И студенты все равно, даже если, скажем, у них полный, допустим, конспект по курсу есть, они все равно просят объяснить какие-то моменты. То есть вот консультации преподавателей, я думаю, они останутся всегда, потому что ни один учебный материал, даже самый лучший, он, скажем, не может пояснить. Если у студента как бы прочитал, если он хочет убедиться, правильно ли он понял, если он хочет понять что-то, узнать больше и так далее, то ему все равно нужно давать. Поэтому преподаватели – это дигитальная среда, конечно, никогда не заняты. Да, но вот особенность, насколько я знаю, вашего вуза Балтийской международной академии в том, что у вас все-таки такое многоязычное преподавание, понятно, латышский, есть курсы на английском языке, есть еще, доучиваются те, кто начинал еще до принятия известных поправок и на русском языке. Как вот происходит вот это, вот в дигитальном режиме удается ли это вот языковое многообразие использовать? Я бы сказала, что это происходит без особых проблем, потому что у нас в этой системе электронные для студентов созданы курсы на тех языках, на которых они учатся. То есть, если он учится на латышском, то это курсы на латышском, если он учится на английском, то это курсы на английском. И сама система, она тоже, да, в ней тоже классически меняется язык на тот, который студенту удобен. И, в принципе, никаких таких технических вопросов особо я не вижу здесь. Да, но вот вполне возможно, что границы останутся закрытыми и до осени, это исключить нельзя. Но президент Франции вообще так пессимистически заявил, что чуть не до конца года, но имеется в виду и внутренние и внешние границы Европейского Союза. Значит, что есть такая вероятность, что очень многие выпускники утишкол, которые планировали, допустим, уезжать учиться за рубеж, останутся в Латвии, возможно, и выберут. Ваш вуз готовы ли вы к увеличению числа студентов? Я почему спрашиваю. Вы тоже, наверное, знаете, что в последние годы вообще все латвийские вузы, в принципе, страдали от нехватки студентов. И в силу демографии, и в силу отъезда. Вот готовы ли вы к таким переменам? Конечно, готовы, потому что у нас изначально, ну, технически, если говорить о том, что обучение будет проходить очно, то у нас ресурсов хватает, и аудитории, и объем их достаточно большой. А если же обучение будет продлеваться удаленно, да, то, в принципе, там тоже нет таких каких-то ограничений количеств, да, потому что в той же самой видеоконференции там может участвовать и пять человек, и 25, и 50 может участвовать, да, то есть, в принципе, это, конечно, ну, если чем больше в группе студентов, тем, конечно, это немножко осложняет работу преподавателю, потому что нужно всем время уделить, да, и, может быть, всегда это получится. Но я думаю, что в данной ситуации мы будем следить за информацией, и, в крайнем случае, у нас есть лето, в течение которого можно будет свои курсы, свои учебные материалы переработать, немножко подкорректировать и сделать более понятными, скажем, студентам в любой или иной ситуации. Поэтому в любом случае мы только рады будем увеличению количества студентов. Да, вот, может быть, такой последний вопрос, связанный вообще вот с этими технологиями. И все-таки вы, как уже и практика, вот, и дистанционное обучение, где вы видите какую-то вот перспективу, не знаю, изменений, прогресса, может быть, каких-то недостатков, где бы вы сказали, вот, если технологии разовьются таким вот образом, это было бы хорошо, вот этого нам не хватает. Или вы чувствуете, что, в принципе, ну, уже все вроде бы оптимально? Где в чем, не знаю, какие-то, может быть, еще недостатки этого компьютерного развития? Ну, видите ли, в зависимости, наверное, от того, чему студент хочет учиться, потому что, если мы, допустим, говорим о социальных науках, да, то есть экономистам, юристам, информации и технического оснащения вполне достаточно, потому что там нужно, как говорится, получить материалы, там нужно прочитать, посмотреть, пообщаться с преподавателем, то есть там технически никаких особой проблем нет. Ну, например, у нас есть программа, связанная с дизайном, да, где студенты должны рисовать, писать, лепить и так далее. И вот там вот, скажем, уже, ну, на сегодняшний момент там действительно есть ограничения, да, что преподаватель не может, скажем, в достаточной мере как-то это продемонстрировать. Опять же, программное обеспечение там немножко бывает несовместимо с теми платформами, которые есть, да, то есть не все можно показать в Skype или в Zoom или в системе Moodle, да, то есть вот в этом вопросе, да, потому что если подразумеваются какие-то практические занятия, да, то, конечно, дигитальные системы не всегда это могут обеспечить. Я уже не говорю о техническом ВУЗе, представляете, что им приходится, да, инженерам, наверное, да? Ну, естественно, да, 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 естественно, да. И, скажем, у нас есть программа туризм, там студенты, например, я знаю, посещают очень часто, они ходят на экскурсии по городу, по музеям, по различным там местам, да, конечно, сейчас мы видим, что очень много в интернете тоже видеотуров, да, но, опять же, это тоже не может полностью заменить, скажем, то ощущение, когда студенты видят воочию, а также какие-то прохождения практик, да, допустим, для различных студентов практически в каждой программе есть, а это подразумевает, что студент должен присутствовать, быть на этом предприятии, он должен ознакомиться с его работой, и вот это вот отдаленно довольно-таки сложно будет обеспечить, да, поэтому, конечно, полностью обучение на какую-то такую дигитальную среду перевести, наверное, невозможно, но на данный момент, наверное, просто нужно взять то хорошее, что там есть, да, и, скажем, улучшить, наверное, свой учебный процесс, свой качество его, да, доступность для всех, ну, а то, что невозможно заменить, мы не будем заменять, мы будем проводить так, как это нужно. Да, ну что ж, остается только пожелать, чтобы мы побыстрее вышли из этой чрезвычайной ситуации, потому что при всем развитии дигитальных технологий ничто не заменит ни торжественное вручение дипломов, это как-то виртуально по почте было бы совсем не то, уж никакого праздника нет, и, наверное, вот эти выпускные вечера или бары, тоже, наверное, виртуально, это было бы как-то странно, так что будем надеяться, что… Я, кстати, видела где-то в интернете, показывали, что в Китае, значит, было вручение дипломов, где они задействовали роботов, которым просто как бы включали видеосвязь с этим студентом, вот так же по скайпу, и этот робот, значит, вместо него подходил, ему вручали этот диплом, ну, конечно, это как бы технологии, но все-таки, само собой, это не замените. Да, вот роботов нам не надо, да. Спасибо большое учителю Центра дистанционного обучения Балтийской международной академии, Светлана Половко, было у нас на прямой связи по скайпу, большое спасибо. Спасибо вам.